Уважаемые саровчане, добрый день! Сегодня 16 июля. Мы с вами не встречались 13 июля, и вот за эти прошедшие три дня я даю небольшую такую сводку. За эти три дня у нас добавилось с вами 53 больных и выздоровело 53 человека. И еще дополнительно умер один человек. Значит, по вновь заболевшим у нас, я думаю, было бы несколько меньше, если бы не была вспышка на заводе. Сейчас мы о ней коротко поговорим. 59 выздоравливающих за три дня – это примерно тот уровень, на какой мы вышли. И тут в этом плане тоже никаких изменений нет. И еще один умерший. Значит, тут тоже не классика и никаких новостей. Точно так же достаточно пожилой наш саровчанин, старше 80 лет, заразился от своего сына, заболел, поскольку к этому возрасту, как и многие, имеют уже хронические заболевания, заболел и сразу начал уходить в достаточно тяжелую форму. Был достаточно быстро госпитализирован в Приволжский окружной медицинский центр, но и помощь интенсивная, которую оказывали в помце, не дала своего положительного результата в плане улучшения и выздоровления. И очень скоро от начала заболевания он умер. Вот это еще одна наша смерть. У нас и того на сегодняшний день две смерти, причиной которых напрямую стала коронавирусная инфекция. И еще, если вы помните, я вам рассказывала еще об одной женщине, которая умерла, болея коронавирусной инфекцией, но там причиной смерти стало другое заболевание, которым она страдала ранее. Поэтому в сводках два человека все время спрашивают, новые или нет. Это вот все идет нарастающим итогом. И таким образом на сегодняшнее утро нарастающим итогом всех больных 786, всех выздоровевших 438 и всех умерших 2 человека. Ну и спрашивают еще про тяжелых. Много очень вопросов. Они связаны в основном с лечением в нашей больнице и в Приволжском окружном медицинском центре. У нас на сегодняшний день, во всяком случае, на начало эпидемии старались всех тяжелых отправить в Приволжский окружной медицинский центр. Это правильно со всех точек зрения, истеритической, и практической. И мы видели с вами прекрасно, что многих тяжелых удавалось таким образом спасать. За это время наши медицинские работники, наша больница, оборудование, которые есть, лекарства, которым оснащены наши отделения, уже на том уровне, что и они могут принимать тяжелых. Но пока все-таки, вот на сегодняшний день, пока ПОМС принимает у нас тяжелых больных, все уходят туда. Откуда у нас появляются тяжелые наши городские? Это, как правило, те, у которых тяжесть заболевания обусловлена не коронавирусной инфекцией, а чем-то иным. Вот у нас сейчас есть одна тяжелая женщина в городе, которая выделяет коронавирус. Но основное ее заболевание – это перенесенное сердечно-сосудистое заболевание, собственно, по итогам которого она попала в реанимацию. И в реанимации уже была обследована. То есть она напрямую с коронавирусной инфекцией не связана, но, тем не менее, она тяжелая. В таком состоянии ее транспортировать нельзя. Специализированная помощь от ковида в условиях ПОМСа ей не требуется. И вот такие тяжелые больные у нас периодически бывают. У нас были тяжелые больные, связанные с онкологией, связанные с заболеванием нервной системы. То есть на сегодняшний день у нас пока все тяжелые, именно связанные с тяжестью пневмонии, вызванных коронавирусной инфекцией, они пока уходят на лечение в ПОМС. Может быть, со временем будут оставаться у нас. Иные тяжелые случаи лечатся у нас. Значит, теперь поговорим о вспышке. Все-таки она нам дала за эти прошедшие дни большее количество заболеваний, чем мы обычно имеем в день. На сегодняшний день вот такой групповой заболеваемостью охвачено на заводе фактически полностью одно здание и частично занос проведен в другое здание. То есть в целом мы рассматриваем как минимум 500 человек, которые могли бы быть задействованы в этой групповой заболеваемости. Из них на сегодняшний день обследовано полностью одно здание, полностью, и выявлено 45 больных. Вот 45 человек – это тот урожай, который мы получили от групповой заболеваемости на заводе. Эти 45 человек на сегодняшний день представляют собой больных в основном в легкой форме. Я уже вам в прошлый раз рассказывала, что многие из них твердят, что у них нет никаких симптомов, хотя на лицо малые симптомы есть, они просто не хотят на них обращать внимание. А мы все до сих пор призываем всех именно на них обращать внимание. И тем не менее из 45 человек 10 человек на сегодняшний день госпитализировано, и из этих 10 один человек в помце. У них средняя степень тяжести. Поэтому нельзя сказать, что все-таки заболевание такое легкое, и давайте на него будем начихать. И тут же, как только начинается у нас групповая заболеваемость, так тут же у нас виноваты кто угодно, только не мы сами, дорогие себе любимые и важные. То есть сразу забывают, что не соблюдали правила личной гигиены, не носили средства индивидуальной защиты, пренебрегали практически всеми мерами безопасности, но ищут вокруг виноватых. Я считаю, что вот ровно все эти люди, кто попал в эту групповую заболеваемость, как минимум несут личную и персональную ответственность, и получили то, что могли бы не иметь, если бы занимались профилактикой. Эти 45 больных у нас на сегодняшний день на домашнем лечении. Под постановлением они не могут выходить из дома. Вместе с ними их контактные, все, с кем они вместе проживают, соответственно, на карантине, хотят, не хотят. На сегодняшний день многие из них уже заразились, жен и мужья, дети. И, соответственно, мы говорим уже о большем количестве заболевших, связанных именно с этим случаем. Вот кто занес эту инфекцию в коллектив, уже на сегодняшний день не имеет большого значения. Я опять же вам говорила, что, как правило, все из них, все первые заболевшие, их там как минимум 12 человек, каждый из них мог быть первым. И все они выходили на работу с малыми симптомами заболевания. И я хочу сказать, что это не исключение. Это характерная черта нашего сегодняшнего Сарова и нашего сегодняшнего отношения к нашей работе, к нашему здоровью. Поэтому, если вы не хотите таких вещей, значит, следите за собой, со своими непосредственными, сидящими с вами вместе в коллективе сотрудниками. И старайтесь уберегаться от этих вещей. Ну и сразу хочу сказать, что один наш сегодняшний умерший человек – это как раз отец одного из заразившихся в такой вот вспышке человека. То есть сами люди не боятся. Вот в данном случае я еще раз подтверждаю, что из 45 большая часть – это легкие, малосимптомные формы. Но вот видите, он принес это домой. Папа заразился. Очень тяжело заболел и умер. Вот в чем опасность. Вот в чем основная наша проблема. И отсюда вытекает второй вопрос. И он очень логичный. И я понимаю опасения людей. Ведь когда заболевают, как раз понимая уже это, многие уже это понимают, стараются уберечь своих близких людей, кто имеет какие-то заболевания, слабое здоровье, пожилой возраст. И пытаются уединиться где-то в другом месте. Как правило, отселяются сами. Не отселяют своих пожилых родственников, а отселяются сами и просят, чтобы к ним туда приехали, взяли анализ. И чтобы там наблюдали их врачи, чтобы там они проходили свое лечение и изоляцию. Вот я хочу сказать, что если место лечения и изоляции принимается вами сразу на этапе выбора этого места, пока вы еще никого не успели там заразить, то на это совершенно спокойно идут и работники медицинские, и наши клинические больницы, и мы, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, мы выдаем постановление по тому месту, где вы будете фактически проходить лечение и будете изолированы. Ну, если только, конечно, это не далекая деревня, скит, или, как я всегда говорю, мы никого не будем обслуживать на Лазурном берегу. То есть должны быть какие-то рамки и границы реального. Поэтому вот эти вопросы по поводу того, что ко мне не приезжают, потому что я там не проживаю, у нас, я вот не знаю, кто задал этот вопрос, но знаю, что те, кто к нам обращаются, мы обычно отказываем только в одном случае, если эти места бесконечно меняются. Сегодня я вот здесь, вот, дайте мне постановление, я буду здесь. Завтра я вдруг решила переехать на дачу, пожалуйста, с анализом ко мне на дачу. А послезавтра я решила, что мне лучше всего поселиться у сестры, и теперь я буду там. Вот такие вещи не проходят. Вот один раз сразу и на весь период лечения, а вместе с лечением и изоляцией для тех, кто будет с вами вместе эту изоляцию проходить, вы выбираете место. И если это место в черте нашего города, и оно доступно для медицинских работников и для нас, то там вы проходите изоляцию. У нас есть случаи, когда мы разрешаем это делать на дачах. Если туда есть доступ медицинских работников, если мы не боимся, что человеку там станет плохо, и мы не успеем туда доехать, оказать ему помощь. Ну и если там есть все условия для именно изоляции. Это ответ вопрос на, вот, вопросы взятия анализов на дачах и так далее. У нас есть очень много случаев, когда уезжают лечиться в деревне, где имеют свои дома. География широкая. В основном это Вознесенский район, Темниковский район, Ельниковский район и Дивеевский. Недавно кто-то еще просил Савардатов. Значит, ради бога, если вы выбираете места лечения и изоляции именно в этих районах, вы должны понимать, что вы, как любой житель Российской Федерации, по полису обязательного медицинского страхования имейте право получать весь спектр медицинских услуг в любом месте территории нашей Российской Федерации. Но вы будете получать эту помощь именно от того лечебного учреждения, которое обслуживает население, вот, прикрепленное данной территории. То есть, если вы уезжаете в Ордатов, Вознесенск, Темников, куда угодно, значит, мы вместе с медиками передаем все сведения на вас в местные медицинские и Роспотребнадзоровские, соответственно, учреждения, которые ведут это. Ради бога, это совершенно возможно. Но на этот период тоже нужно понимать, что уехав один раз, потом уже такого не происходит, что мне стало хуже. Я больше не хочу лечиться в Вознесенском районе. Теперь я хочу лечиться в Сарове, потому что мне здесь удобнее. А завтра еще что-то произошло. Приехала моя сестра из Москвы к моей бабушке. И мне очень хочется теперь лечиться в Нижнем Новгороде. Мне там что-то вдруг очень захотелось сейчас полечиться. Вот такие вещи у нас, конечно, не проходят. Они пересекаются. Это, получается, уже нарушение постановления по тому факту, по тому адресу фактического проживания, где вы изолированы. И это, напоминаю, штраф на граждан от 15 тысяч рублей. Не говоря уже о том, что в последующем медицинские организации других городов не возьмут вас на лечение. И то же самое наоборот. У нас есть сотрудники, у которых есть здесь места временного проживания или только регистрация. У некоторых даже регистрации нет. Но есть здесь место работы, поэтому есть пропуска в город. Они заболевают. Мы об этом узнаем. Передаем и все, естественно, данные в медицинское учреждение по месту их фактического проживания. Но случается так, что люди начинают тяжело болеть и очень хотят лечиться здесь, потому что имеют хорошие сведения о том, как хорошо лечат, например, в больнице города Сарова. И тогда они приезжают сюда. Некоторые только на обследование приезжают. Вот, кстати, еще один момент, на который хочу обратить внимание абсолютно всех наших горожан. У нас есть такая категория лиц, которые приезжают в город сразу обследоваться. Они боятся, что, находясь в одной из деревень или сел, перечисленных мною районов, они не будут качественно обследованы. У них не возьмут анализы. И тогда уже с признаками заболевания, уже будучи заразными, они приезжают, приходят в первую поликлинику, пройдут там от первого до восьмого этажа всех врачей, заглянут во все лаборатории, добьются того, что их обследуют и занесут. Естественно, без средств индивидуальной защиты, что меня больше всего удивляет. Занесут эту инфекцию, заразят по ходу еще несколько человек и, наконец, добьются того, что их госпитализируют. Я за них рада. Они своего добились, медицинской помощи им будет оказано. Но лучше бы это сделать не так. Лучше бы сначала все-таки вызвать врача по любому месту пребывания, в том же даже Сарове, для того, чтобы сразу попасть на койку отделения, быть обследованным и не разносить все это по больнице. Я все... Для чего я это все рассказываю? Я рассказываю это для тех, кто ходит в поликлинике с иными целями. Поймите, что там могут быть вот и такие посетители. И именно защищаясь от них, мы все ходим в средствах индивидуальной защиты, включая медицинских работников. На этом у меня сегодня все. Я желаю вам помнить о всех мерах профилактики. Желаю вам здоровья, всего доброго, до свидания.